Переходим к следующему вопросу. Вторым вопросом у нас... Так, жители Петрищева заслушаем. Кто? Кто унес? Кто-то выступит. Пройдите сюда. Пройдите сюда. Пройдите сюда, пожалуйста. Сюда пройдите. Наш квартал. Решили застроить домом. Тоже нас не спросили. Выделили участок, продали. Начались какие-то работы изыскательские. В середине апреля, по-моему, было собрание, да? Там, значит, нас депутаты нам рассказали всю эту ситуацию. И решили нам помочь. Вышли в администрацию с этим вопросом. Но после 30-го так мы ничего не услышали. Никаких ответов. Будет ли строиться, не будет ли. И вдруг, в конце, вот после праздника начинаются эти бурильные работы. Мы до какой-то степени тоже все, наверное, так же. В какой-то степени что-то мы и терпим. Но когда уже конкретная работа начинается, это уже возмущается. Хочу что сказать. Наши дома уже настолько старые, что от любой физической работы, грузоподъемных, машин этих, которые выводят, асфальт и щебенку, наши дома трясутся. Конкретно, вот 21-го на дом, у нас уже цоколь рушится, трещина пошла со стороны садика от теплоконника. Провалы под моим балконом конкретно, провалы. Года два назад там чем-то засыпали, а он размывается потихоньку опять. Соседний дом, 33-й он был раньше, 17-й, там тоже эти провалы. Там жители тоже бьются уже сколько времени и никакого ответа не слышат, не видят. Их просто игнорируют. Я хочу к вам обратиться, чтобы вот этот вопрос не оставили без внимания. Пришли, вот кто конкретно может заняться этим, пришли, посмотрели. Вот этот дом, который застроили около колледжа Лобачевского, недавно буквально, и там вот это асфальтировали, обустрали эту территорию. Там эти машины, КамАЗы ездили, дом трясся. Вот лежишь, телевизор смотришь на диване, и вот прямо стоящее землетрясение. Что же начнется, если внутри квартала начнутся такие работы проводить? Там же не только эти КамАЗы будут ездить. Там сколько техник, там вот эта бурень не может, как сказаться. Все-таки здесь у нас все на песке. Пожалуйста, не оставьте нас без внимания. Печенков, Галина Алексеевна. Галина Алексеевна, а вы что-нибудь знали об общественных слушаниях? Ничего не слышали. К нам никто не походил, никто ничего не слышал. А если бы, например, вы на подъездах увидели объявление о том, что на территории вашего района возможно будет строиться дом. И вот там администрация города или кто-либо извещает о том, что будут общественные слушания. Вот поэтому вы бы пришли. Конечно, пришли. Вот нас пригласил наш депутат. Вы, пожалуйста, откликнулись и пришли. Русская работа. Коллеги, этот вопрос уже тоже нашумевший и в СМИ освещенный. Хотелось бы послушать главу администрации. Было несколько заявлений с ним, в том числе в телепередаче на Дежинском телевидении с укладительной фракцией «Единая Россия» о том, что этот вопрос именно по этому участку как-то будет решен. Геннадий Шлавович, что-то можете пояснить именно по этому участку? Уважаемые депутаты, несколько уже месяцев мы, наверное, уже разговариваем про проблему Петрищева. Да, где-то мы, наверное, допустили ряд ошибок, что не поговорили с народом, но мы надеялись о том, что когда проходит публикация, она висит месяц на сайте администрации, в газете публикуется. У нас не было никаких обращений ни жителей, ни общественников, ни экологов. И неожиданно возникает там митинг. Причем с информацией совершенно неправильной о том, что там по 10-15 метров был интервал между домами. Такого никто не допустит. И если Нижний там строит с интервалами 15 метров дом от дома, то всегда, когда мы готовим техзадания на размещение каких-то объектов внутриквартальной застройки, то у нас минимум 30 метров должны быть в расстояние от дома от дома. По данной ситуации, с Петрищевым по этому двору, как докладывала архитектура, этот же участок еще планировался в давние-давние времена под строительство еще одного многоквартирного дома. И поэтому мы пошли по пути о том, что он там размещается с интервалами. Там один дом, 19-й, по-моему, только 36 метров до него, остальные там не менее 50, ну 46, там помню, такие цифры, а больше 50 метров расстояния до ближайших домов. Это все соответствует нашему градостроительным всем порядкам, закону Российской Федерации и Нижегородской области. Понятное дело, что жители будут нести какие-то временные затруднения при строительстве, но для этого же мы в порядке компенсации рассмотрели проект благоустройства полностью дворовой территории этих пяти домов и плюс шестого дома. И Андрей Иванович, вам можно показать, Андрей Иванович, покажите картинку депутатов, я ее раздавал на фракции «Единая Россия», о том, что там грандиозное благоустройство, не только там на 7 миллионов рублей, которые бюджет получает от продажи этого земельного участка, а там намного больше, там и строительство новых детских, смотрите, людям отдайте, пусть посмотрим, там благоустройство и со спортивной площадкой современной, и с зонами отдыха для жителей, и три детских площадки там будет размещено, понимаете, проект-то у нас рестизный, нормальный, и двор от того, что будет построен современный там многоэтажный дом, от этого только должен выиграть своей привлекательности. Поэтому, да, вот эта ошибка, что мы не посоветовали с людьми, но мы теперь ее будем исправлять, и я вам говорю, если инвестор не откажется от строительства, а мы с ним такие переговоры ведутся, то благоустройство там будет сделано, самое лучшее, наверное, в этом городе. То есть переговоры все-таки ведутся? Ведутся, я провел переговоры с инвестором, но пока понимания не нашел, потому что он сказал, я огромные деньги уже вложил в проект, а не выкуп земельного участка. – Просто как бы вот несопоставимо с тем, что рассказывают люди, там сейчас буровые работы ведутся. – Ну, наверное… – То есть как бы параллельно ведется буровые работы и переговоры… – Подготовительные работы, то он, наверное, какие-то проводит, хотя бы разрешение, какие виды работы нет. – Не давали? – Не давали. – Ну, Геннадий Шлавович, я лично видел разрешение на земельные работы, выданное 5 мая этого года, значит, силикат устроен. – На строительные работы? – Не на строительные. – Подготовительные работы, возможно. Кусан Хасанович, здесь давали разрешение на подготовительные работы по Дому Петрущеву? – А земельные? – Нет. – Дальше? – Не жены? – Нет. – Нет. – Не писал такие. – Я видел личные. – Хотя он собрал машину, стоял уже? – Я подходил, они показывали. – На строительные работы. – Разрешение строительных работ. – Выдано на Администрацию города, от пятого момента. – Просто, к сожалению, сейчас нет. – Просто, ну, не совсем понятно – с одной стороны, вы даете разрешение на буровые работы, с другой стороны... – Мы не давали разрешение на буровые работы, я ещё раз говорю. – Хорошо… – На земельные работы. – Если Хасанович не давал документы, я точно не да. – Надо разобраться, давайте, мы ответим. – Просто людям, чтобы нам понимать, то есть оппозиция администрация на вопросе, какая в СМИ. Вы говорили о том, что решите вопрос... Я не говорил, я знаю, что буду. Когда я буду вас в кабинете, вы будете говорить. Хорошо. Просто вы в СМИ об этом говорили, о том, что попытайтесь, по крайней мере, решить вопрос замены этого участка на другой. Вот это правильно. Попытаемся. Я не говорю. Сейчас вы говорите о том, что вы ведете переговоры с застройщиком, чтобы поменять эти участки. В то же время там ведутся буровые какие-то изыскатели земельной работы. То есть, ну, не совсем понятно, все-таки у администрации какая позиция? Вы пока не будете ему выдавать никаких разрешений, будете пытаться вести переговорный процесс? Или все-таки вы решили уже отдать этот участок и как-то максимально его благоустроить, чтобы успокоить жителей? Просто надо понимать конечную точку, чтобы говорить людям уже, ну, как бы правду, чтобы они были к этому готовы. То есть, нельзя ничего изменить, наверное, собраться сказать, что ничего изменить нельзя. Будем строить максимально за этим следить. Нет, раз я обещал, что я приприму все попытки, чтобы с инвестором договориться, я их начал. Следующий этап... Сергей Викторович, вернитесь за стол, нам голосовать надо. У них там осуждение, а ты планировка не делаешься. Поэтому Валерий Анатольевич подключается на это неделю. Когда он выйдет, инвестор, проведем переговоры, кончательные группы уже понятны, что это... Коллеги, да. Я предлагаю все-таки, но все-таки у нашей власти есть власть, да, есть административный ресурс. И до момента принятия решения все-таки остановить работу, в том числе и буровые работы здесь. Чтобы не уверяют людей, чтобы люди на своих участках не видят, а там бегают дети. Вот знаете, чтобы... Дети бегают на площадке, и в это время буровая машина бурит там это. Это вообще с точки зрения безопасности вообще этого делать нельзя абсолютно. Поэтому мое предложение до решения, до согласования с собственником и при полной спринятии решения остановить все работы, в том числе эти бурильные. То есть, чтобы не расстраивать жителей здесь. Второе, значит, все-таки диалог вместе с жителями администрацию нужно провести. И поэтому то, что сегодня привезли картинки, определенные, да, там сейчас вот люди с вниманием там смотрят на эти картинки. Можете же выйти к людям, да, еще раз попытаться объяснить. Давайте диалог хотя бы начнем, пусть это будет поздно, начнем диалог. И вы сами, по крайней мере, поймете отношения людей и как бы вот ситуации вот на этом, вот в этом варе. И потом уже будете окончательно понять решение. У вас даже, может быть, вот та энергетика, которая вы заряжетесь от местных жителей, да, позволит вам правильно перевести переговоры с собственником, который там сейчас вот уже выиграл вот эту территорию. Значит, первое, остановите себя в работе на сегодняшний день до принятия окончательных решений. Да, мы рекомендуем администрации не выдавать никаких на сегодняшний день разрешительных документов, какие-либо виды работы по этому участку, пока не решится вопрос, да, строят или не строят. Второе, рекомендовать администрации провести такое собрание с местными жителями, где бы рассказать вообще, что планируется там. Я бы расширил, я бы не конкретно по этому участку, я бы вообще бы дам администрации в практику ввести информирование жителей близлежащих домов о предстоящем строительстве. Вот как только поступила на имя главы администрации заявка на выделение того или иного участка вот в жилой зоне, да, в селитебной, тут же он дает поручение своим, значит, подчиненным, и они от главы администрации города там расклеивают, условно говоря. Или это будущий инвестор может делать, да, извещает там, на подъездах расклеить, с управляющими компаниями это как решат там, ну не знаю уже это. И у меня будет предложение, но будет уже на следующем комитете более конкретное касаемо комитета уже восстановления закона. То есть я сейчас пока дальше не хочу заходить. Так, влаху, да. Вопросы? Коллеги, я сам лично присутствовал в пятницу, жители пригласили. Действительно, то, что я увидел, но это, мягко говоря, не укладывается в сознание. Приехала эта буровая, но такое ощущение, что там не было побывать. Значит, ни ограждений, ни каких-то там подготовительных работ, ленты даже, элементарных красных не было. Значит, приехали веселые ребята, но я как бы, к ним у меня претензии минимум. Единственная претензия, значит, была в том, что они действительно ограждения не обеспечены. С бумагами, значит, соответственно, вызывали милицию жителей, задавали вопросы, а у них все разрешение-то все есть, все нормально, можно продолжать будить. Единственный момент, что действительно у них не было ограждения, позволило нам в пятницу не допустить вот этих вот вещей. Я не знаю, что там, не дай бог, произошел бы какой-нибудь, произошел бы несчастный случай, потому что реально без ограждений дети на площадке. Это, конечно, просто у меня половина укладывается. Это первый момент. Второй момент. Ну, я не знаю, я лично, например, устал ждать, да еще там, до следующего понедельника, до следующего вторника. Есть были конкретные обещания остановить этот процесс. Я не понимаю, почему они не выполнены. От вас, Геннадий Вячеславович, был прямой эфир. Был прямой эфир. Вы сказали, что я с инвестом договорюсь. Я буду. Значит, вы говорили очень много. Значит, вы говорили прежде, что вы остановите и снесете сооружение вместо фонтана. То есть, вы тоже этого не говорили. Я не говорили. Вот 15 раз говорили. Значит, значит, я уже устал, говорили, все слушать, все эти сказки. Я устал слушать и читать откровенную вранью, которая подконтрольных средств массовой информации пишет о том, что я там жителей по подъездам собираю. Вот, жители, задайте вопрос, бегу я там или нет. Собираю их там. Я не говорил, что вы подъезды собираю. Значит, вы на комитете говорили. Подконтрольные вам средства массовой информации это дело просто протанцировали. Вы опять, Геннадий Вячеславович, у вас есть удивительная манера. Вы свои слова, то есть, вы за них не отвечаете. Сейчас говорю, я вижу просто на всех этих процессах одну вещь. У нас глава администрации не контролирует процесс в городе. У нас власть не контролирует ситуацию в городе. У нас олигархат управляет в городе. У нас здесь нет действительно нормальной реальной власти, которая может остановить эти процессы. У нас не жители, у нас администрация не отчитывается перед жителями. Сейчас мы будем рассматривать вопрос об отчете главы администрации. Вот задам вопрос по поводу того, чтобы все-таки этот отчет провести среди жителей города с участием. Держать своего коллегу Олега Петровича, остановить все работы, дать предписание главе администрации, отозвать свое решение по выделению участка. Как это будет сделано? На том, у нас глава администрации, на контракте сработает. Это его проблема решать. Он признает, что была ошибка допущена. Исправлять ее ошибку. А сейчас васуешь за предложение куда-то? Кто за? Против? Держать. А вам, жители, я порекомендую сейчас вот через 15 минут в 11 часов на третьем этаже в 18 кабинете будет заседание земельного комитета. Я вам рекомендую сходить туда. Это их профильный вопрос. И там этот вопрос задать тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok